Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Столбняк вернулся. Впервые за 12 лет в Перми зафиксирован случай смертельно опасной инфекции. Деньги за первенца. В Прикамье готовят спорный закон, стимулирующий совсем молодых мам. Вегетарианцы поневоле. В частном детском саду предлагают строго растительное меню. Столбняк вернулся. Впервые за 12 лет пермские медики зафиксировали случай этой смертельно опасной инфекции. Пожилой пермяк травмировался, работая на дачном участке и заболел. Портал 59.ру приводит слова врачей. В течение первых дней болезни состояние у пациента стремительно ухудшалось. Загноились раны, поднялась температура, стала сводить челюсти. Скорая помощь доставила больного в медсанчасть номер один в тяжелом состоянии. Мужчина 10 дней пролежал в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Он выжил. По данным Краевого Роспотребнадзора, последний случай столбняка в Прикамье был зафиксирован в 2004 году. Медики напоминают, защита от этого заболевания – вакцинация. Впервые прививку ставят в трехмесячном возрасте, затем повторяют каждые 10 лет. Еще один дом, расположенный у нефтяной трубы, приговорили к сносу. Ранее мы рассказывали, компания «Транснефть Прикамье» отозвала все иски, но после некоторого перерыва вновь обратилась в суд. Она по-прежнему добивается сноса жилья, находящегося в охранных зонах магистрального нефтепровода «Каменный Лог Пермь» в микрорайоне «Запрут». В Мотовельхинском суде вынесен очередной вердикт. Подробности в нашем следующем материале. Отец двоих детей Дмитрий Семеряков в подавленном состоянии. Решением Мотовельхинского районного суда его единственный дом приговорен к сносу. Согласно вердикту, строение находится в защитной зоне магистрального нефтепровода «Каменный Лог Пермь», хотя все разрешающие документы у собственника на руках. Была какая-то надежда, что это у нас жилой дом, это не какое-либо сооружение, как позиционировалось в суде. И документы были все представлены, что это жилой дом, именно жилой дом, что он зарегистрированный, что он нам перебретен как жилой дом. Напомним, компания «Транснефть-Перекамья» добивается сноса домов, находящихся в охранных зонах магистрального нефтепровода «Каменный Лог Пермь» в Пермском микрорайоне «Запрут» и деревне «Одищево». По данным общественников, под угрозой около трех тысяч домовладений. Для участия в процессе жителей «Запруда» пригласили представителей Минэкономразвития России, которое было задействовано в процессе приватизации этих сетей и могло бы пролить свет на многие обстоятельства. Но в назначенный день ответственные лица в суд не явились. Чиновники из Москвы просили отложить судебное разбирательство, потому что они должны были согласовать свою правовую позицию, по всей вероятности, я думаю, с правительством или еще с кем-то из высших чиновников, потому что ситуация достаточно неоднозначная. В этой связи они попросили судебное разбирательство отложить. Суд ходатайство их отклонил. Кое-какие козыри у жителей «Запруда» есть. Например, итоги проверки нефтепровода приволжским Ростехнадзором. Его заключение трубе здесь не место. Прокладка магистральных нефтепроводов по оселитебным территориям, землям, предназначенным для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах городов и поселков городского типа, не допускается. Магистральный нефтепровод «Каменный лог Пермь» указанным требованиям не удовлетворяет. Но, по словам жителей «Запруда», суд не стал рассматривать этот документ как заявленный аргумент. И вывод экспертов на вердикт не повлиял. Никакие аргументы надзирающих органов, никакие аргументы, которые были представлены Минэкономразвития в качестве документов, в общем-то, на суд никакого влияния не оказывают. Я вообще не понимаю, каким образом принимают судебные решения. За пять минут можно взять и приговорить жилой дом к сносу. Дмитрий Семеряков сдаваться не собирается. Готовит апелляцию. Между тем, жители «Запруда» получили еще несколько новых исков. Противостояние людей нефтяной трубы продолжается. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. За три дня в Березняковском бэйби-боксе оставили двух новорожденных. Первого – это была девочка в субботу, второго – мальчика в понедельник. По словам врачей, оба ребенка рождены в домашних условиях. Полиция проводит проверку, не находятся ли дети в розыске. По закону родителям, которые оставили малышей в бэйби-боксе, уголовная ответственность не грозит. И в течение полугода они могут вернуть малышей в семью. С 2012 года начало работы проектов «Прикамье. Окна жизни» спасли уже семь детских жизней. Сейчас в Пермском крае действуют три бэйби-бокса – в Перми, Березняках и Добрянке. Дорогу молодым или 50 тысяч за первенца. В «Прикамье» готовится принять изменения в законопроект об охране семьи, материнства, отцовства и детства. А именно ввести единовременную денежную выплату родителям от 18 до 23 лет. Пособие можно будет потратить на питание и другие детские товары. Подробности в репортаже Евгении Караксиной. Предложение выплачивать единовременное пособие за рождение первенца принадлежит губернатору. В Краевом законодательном собрании инициативу поддержали. Планируется, что 50 тысяч рублей смогут получить молодые мамы от 18 и не старше 23 лет. В двойном размере выплату получат те, кто состоит в браке и вместе с мужем получает образование по очной форме обучения. Эта мера призвана повысить рождаемость в «Прикамье», говорят в Министерстве соцразвития края. Не менее чем на 6% начинает снижаться количество первых рождений. Это связано с тем, что сейчас к детородному возрасту подошли девушки, родившиеся в период демографической ямы 90-х годов. Поэтому для того, чтобы впоследствии избежать нам снижения уровня рождаемости, нам нужно сегодня эти первые рождения поддержать. Как показывает статистика, самый лучший возраст, если женщина планирует стать многодетной матерью, самый лучший возраст для рождения ребенка – это до 23. Проект закона предполагает, капитал можно будет потратить, когда ребенку исполнится полтора года, и только на товары и продукты для малыша. У общественников инициатива вызвала немало вопросов. В первую очередь это нижняя планка возраста 18 лет. То есть фактически, если девушка рожает 18, то забеременела она в 17 лет. То есть не сподвигнет ли это на понижение планки возраста, когда фактически дети вступают в брак, и не факт, что в брак, а начинают раннюю такую семейную жизнь. Это достаточно сложно для вчерашних школьниц. Общественники опасаются, что не такая уж значительная при нынешних ценах сумма в 50 тысяч может спровоцировать желание забеременеть у социально незрелых вчерашних школьниц. Активно обсуждают новшества и в соцсетях. Поднятие рождаемости, безусловно, нужная мера, пишут пользователи. Но важна не столько единовременная поддержка, сколько создание условий и социальных гарантий для дальнейшей жизни ребенка. Мнения разные. Эти меры увеличивают рождение детей в низкосоциальном слое. И для них придумают новые схемы обналичивания. На самом деле совсем не важно, сколько лет. Главное, чтобы ребенок был желанный. И скажу банальщину. Детских садов не хватает. У нас в группе 33 человека по списку. И все ходят. Надеюсь, что во втором чтении этот законопроект не пройдет. Понятно, что любая мера становится эффективной. Когда она действует в комплексе с нематериальными мерами, эти вопросы тоже будут прорабатываться. Понятно, что надо решать вопросы и с детскими садами, в том числе и в отношении этой категории. Предполагается, что законопроект начнет работать уже с 1 января следующего года. Сейчас создана рабочая группа, куда вошли депутаты и представители общественности, которые будут дорабатывать проект закона. Повторное рассмотрение инициативы назначено на декабрь. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Вместо котлеты фасоль и бобы, вместо курицы пророщенная пшеница. В одном из частных пермских детских садов весьма необычное меню. Дело в том, что его воспитанники – дети приверженцев строго растительной пищи. Во Всемирный день вегетарианства наш корреспондент узнал, как чувствуют себя те, чьи родители отказались от мяса. Тут дети, ребенки маленькие играют в фасоль. В этом детском саду не пахнет запеканкой и мясными котлетами. На первое малыши едят постный суп, на второе – вареную крупу, пророщенные зерна, фрукты и овощи. Все потому, что их родители – вегетарианцы. На завтрак, обед и ужин – строго растительная еда. Суп вегетарианский, то есть без мяса, бывает овощной, рассольник, бывает чечевично-гороховый, картошка запеченная, бывает свеколка, овощной рагу. Нетрадиционный детский сад появился в Перми несколько лет назад. Его организатор, сама мать троих малышей, говорит, Детей здесь не просто кормят вегетарианскими блюдами, но и воспитывают по иным, нетипичным для обычных дошкольных учреждений методикам. Я для себя вывела такое понятие, как духовное вегетарианство. То есть мы, получается, наполняем детей не только физически, но и духовно. Детский сад наш – это как объединение родителей, как одна большая семья. То есть и мы в свою семью принимаем только тех, кто очень близок к нам по духу, то есть духовных наших родственников, так скажем. Родители говорят, дети пробовали мясо и рыбу разве только в гостях. Дома питание строго по зеленой диете. Приверженцы растительной пищи считают, что благодаря подобному пищевому режиму их малыши реже страдают простудными заболеваниями и аллергией. Мы не просто отказываемся от каких-то продуктов. Мы научились заменять вещества, которые с ними поступают, другими источниками. То есть если мы говорим про железо, кальций, про эти элементы, то их можно получать не только с помощью мяса, а с помощью кунжута, из мака, из сушеной крапивы. Однако, по словам медиков, из растительной пищи можно получить далеко не все содержащиеся в мясе полезные вещества. Источник многих из них, особенно тех, что отвечают за иммунитет, кровообращение и формирование костной ткани, продукты только животного происхождения. Микроэлементы, основные витамины и тот белок, который нам необходим, он все-таки содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому, если даже родитель является приверженцем вегетарианской диеты, он все равно должен подумать, а стоит ли подвергать ребенка риску. Врачи предлагают родителям-вегетарианцам компромисс. Хотя бы в первые 3-4 года после рождения кормить малышей традиционными блюдами. А как подрастет, пусть сам выбирает, что предпочесть – морковку или котлетку. Юлия Алеева, Елена Еговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Активисты ЛГБТ-сообщества намерены в судебном порядке оспорить запрет на проведение в фильме нескольких публичных мероприятий 7 ноября, сообщает издание «Коммерсант Прикамьи». При этом столичный гей-активист Николай Алексеев, комментируя газете «Ситуацию», сделал определенный реверанс в сторону городских властей. «Мне очень польстило, что Пермский край стал первым местом, где к нашим заявкам отнеслись со всей серьезностью. Провели широкие консультации и только после этого вынесли решение. Жаль только, что оно не совсем законно, и мы намерены оспорить его в суде. Если потребуется, мы дойдем до Европейского суда по правам человека. Но просто так этого точно не оставим». Николай Алексеев отметил также, что все три заявленные в Перми мероприятия носили скорее правозащитный характер и не имели ничего общего с гей-пропагандой, о которой говорится в вынесенном решении. Пермь стала 42-м городом России, где в этом году были поданы заявки на гей-парады, но пока официально шествия и митинги никто не разрешал. Отказы оспариваются гей-активистами в судах. По утрам прохода нет. Парк имени Горького, одна из самых крупных прогулочных зон города, официально открывается только в 11 часов утра. Многих пермяков такое расписание не устраивают. Они считают, начало работы парка хорошо бы сместить на более раннее время. Тему продолжит Екатерина Леонова. Главный городской сад парком имени Горького стал в 1932 году. Изначально никакой ограды у него не было. Первыми заборами со стороны Комсомольского проспекта и улицы Сибирской место отдыха обзавелось в советское время. Ныне эта территория взята в аренду. Полностью огороженная открывается строго по расписанию в 11 утра. Пермяки, желающие прогуляться здесь пораньше или сокращающие путь на работу, упираются в закрытые ворота. С утра можно пройтись по парку, но он закрыт. В 10, по крайней мере, очень многим хочется. И с детьми особенно погулять. Как раз время гулять. В общем, добро пожаловать или по утрам вход воспрещен. По крайней мере, через центральные ворота. Руководство парка объясняет это просто. Вообще парк является особо охраняемой природной территорией. Здесь есть памятники регионального и федерального значения. То есть мы обеспечиваем их, соответственно, сохранность. Это время нам необходимо, чтобы прибрать территорию. Ну и, соответственно, мы открываемся чуть позже. Активность не такая большая. Вход в парк Горького все-таки есть со стороны улицы Краснова. Служебный. Однако, несмотря на это, пользуются им все желающие попасть сюда в неурочное время. По словам охранников, разумное время людей не пропускают беспрепятственно. Это в основном любители спорта и мамы с детьми. В чем тогда смысл недоступности парка через центральные ворота? Всегда открыты вот эти боковые входы, а центральные закрыты. Я как-то об этом не думала, но, наверное, в этом есть какое-то противоречие. Хотелось бы, чтобы парк работал, ну, хотя бы часов с девяти. Все эти входы были открыты. У нас не было обращений в эту сторону. Сейчас оно появилось. Я думаю, что мы попробуем решить этот вопрос. Ну, а пока тем, кому не терпится попасть на территорию парка пораньше, дорога одна через вход на улицы Краснова. Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Золотомасочный марафон стартовал. Организаторы самого престижного в стране театрального конкурса объявили список номинантов на премию «Золотая маска-2017». Всего их более 200 из 25 городов. Пермский театр оперы и балета претендует на награду в семи номинациях. Все они связаны со спектаклем «Травиата». Напомним, знаменитая опера «Верди» в постановке американского режиссера Роберта Уилсона признана критиками одним из самых ярких событий сезона. Спектакль Пермского театра-театра на всякого мудреца довольно простоты будет претендовать на маску в трех номинациях. Лучшая работа художника, лучшая режиссерская работа и лучший спектакль большой формы. Имена лауреатов станут известны в апреле следующего года. Вместо земноморья и Средиземья – отечественное лукоморье. На сцене Пермского тюза ожили персонажи русских народных сказок в интерпретации известного писателя Эдуарда Успенского. По его детской повести в театре поставили пьесу, в которой разные грани смысла увидят и юная, и взрослая публика. В многослойность спектакля погрузилась Юлия Зыкова. «Вниз по волшебной реке» – так называется повесть Эдуарда Успенского, по которой в Пермском тюзе создали пьесу для детей. Ее главный герой – обычный школьник – попадает в волшебное царство. Здесь узнают новости не из телевизора, а из блюдца, по которому катается наливное яблоко. Вот, к примеру, вести из царских палат «Сказочный официоз». А недобросовестные купцы, как выяснилось, нарушают экологию молочной реки с кисельными берегами. Повседневные проблемы царю помогает решать Василиса Премудрая. В пьесе вообще собраны персонажи многих русских народных сказок. Тут и серый волк, и лиха одноглазая, кощей бессмертный и баба яга. Последняя вовсе не напоминает злую ведьму. Наоборот, это симпатичная женщина в самом расцвете сил. Специально для этого спектакля были написаны песни, создана хореография. Больше 30 лет назад по этой же повести Успенского был снят художественный фильм «Там на неведомых дорожках». Но спектакль тюза для более юной публики, говорит режиссер-постановщик Юлия Батурина. Мы сказку сделали для детей 4+. Это совсем маленькие, которые визуально в основном, они понимают, плохие герои хорошие, но в основном воспринимают все визуально и музыкально. Что и есть в спектакле очень много замечательных песен. В тюзе считают, сейчас киноэкраны и книжные полки заполонили сюжеты европейского фэнтези. И совсем не лишнее будет рассказать маленьким зрителям о героях местного фольклора. А также через сказку поговорить о важных темах. Сказка про добро, про любовь. Вот про любовь друг к другу. Поэтому какие-то технические моменты нам были не так важны. Важны были отношения людей друг к другу. О предательстве, о любви. Маленьким это ведь и надо. Премьера спектакля «Каникулы в Лукоморье» со 2 по 4 ноября. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.